Ты можешь открыть консоль и с желтым цветом сразу увидеть и передать информацию своим тиммейтам. Сюда хае, резко молит туда, флешку туда и смог туда. Смотри, как я быстро это съела. Поверь мне, когда ты начинаешь зажимать, у тебя четкое понимание есть, куда полетят пули. Хей, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. И для тебя я подготовил лучший читерский конфиг 2020 года. В нем ты найдешь как повышение фпс, лучшие топовые прицелы топовых игроков, усовершенствованный на радар, который даст тебе максимум преимуществ, бинды, которые ты никогда не запунишь, они тебе реально помогут в катках. И твои тиммейты тебе скажут, лё, ты реально красавчик. В общем, в этом видео я тебе расскажу, как установить конфиг, что-то внутри есть. И также, если вдруг бинды какие-то тебе не подходят, я расскажу, как их заменить. Приятного просмотра, тысячу лайков, чтобы я понял, что тебе зашел этот видос. Начинаю. Как установить конфиг я расскажу в конце видео, а сейчас давай его запустим. Нажимаем консоль и прописываем такую команду. Экзек бан. Бау. Всё. Если у тебя вот так вот загорелось, это означает, что ты всё сделал правильно. Итак, поехали. Самое первое, самое сочное, это всё, что ты видишь перед собой. Это хат и это радар. Радар выполнен в таком стиле, чтобы ты видел абсолютно всю карту, чтобы ты видел своих тиммейтов, оппонентов, где лежит бомба и вообще куда нужно идти. Всё сделано так, чтобы ты не отвлекался, а сразу принимал чёткие и ровные решения. Также видишь сверху, отключены полностью все аватары. Показано сколько живых, сколько мёртвых. Это тоже очень важно, чтобы ты не отвлекался. Вообще вся фокусировка сделана так, чтобы именно ты смотрел на прицел и вырубал абсолютно всех. Даже тот хат, который ты видишь в округе, жёлтого цвета, чтобы он тебе не нагружал глаза. Ну и чтобы помнил, ты обо мне братишь. ФПС отключается одной кнопкой, это правый контрол, нажал, отключил, нажал, включил. Тоже удобно, посмотрел ФПС в порядке, отключаешь его и играешь тоже, чтобы лишние вот эти дёргания на мониторе у тебя отсутствовали. Окей, летим дальше, это крутейшие прицелы от топовых игроков. В моём конфиге присутствует 5 отличнейших прицелов. Начнём с самого первого, если ты нажмёшь на клавиатуре цифру 6, у тебя появляется вот такое перекрестие. Да, этот прицел один из стандартных, но я тебе говорю, множество игроков играет с ним и говорят, что он очень крутой. Цвет прицела ты можешь поменять на нажатие колёсика мыши, смотри, какой нужно, выставляешь себе и просто всех вырубаешь. Летим к следующему прицелу, на семёрочку нажимаем. Здесь отличнейший прицел, я видел его вроде бы у симплухи. И я тебе сразу скажу, это очень крутой прицел для контроля спрея. Поверь мне, когда ты начинаешь зажимать, у тебя чёткое понимание есть, куда полетят пули. Летим к следующему, это восьмёрочка. И здесь более-менее стандартный прицел, практически где-то 70% игроков играет именно с таким прицелом, поэтому я его оставил в этом конфиге. Летим дальше, это циферка 9. Здесь точка, ты берёшь дигл и начинаешь просто всех уничтожать. Я тебе говорю, также этот прицел очень сочный, особенно когда тебе нужно поставить хороший вантап. Окей, летим к следующему прицелу, это 0. Это предназначен именно для того, чтобы тебе нужно, например, куда-то кинуть смоук, и тебе нужно перекрестье сделать сюда и сюда. И ты это бросаешь. Понял? Отлично. Летим теперь к раскидке гранат и вообще закупу и биндам. А чё это у меня в руке? Знаешь, где я это взял? Залетаем на сайт hellstore.net и сегодня мы поиграем в коинфлип. Что такое коинфлип? Это подбрось монетку и испытай свою удачу. И я вижу в данный момент охренительно много ребят, которые хотят сыграть по-крупному. Давай выберем одного из этих ребят и действительно попробуем себя показать. А ну вот и погнали, ребят. Ну, монеточка родная. Дай нам хорошо сюда. Я так и знал по-крупному сыграть. Ну и про тебя, конечно же, я не забыл. Залетай на сайт hellstore.net, вводи промокод cyberbanana и получай от меня халявные 60 центов. В общем, все ссылки в описании. Удачи тебе. Да-да-да, сейчас расскажу о биндах, но давай пройдемся по консоли. Если откроешь консоль и увидишь вот такой желтый цвет, у тебя будет написано damage giving и damage taken. Это сколько нанес ты урона и сколько нанесли урона тебе. Когда, например, ты сделал минус 2 и еще по двоим нормально так попал. У тебя, когда тебя убивают, тебе показываются только по последнему урон. Но ты можешь открыть консоль и с желтым цветом сразу увидеть и передать информацию своим тиммейтам о том, что ты оставил двоих красных. Это очень удобно. Я тебе говорю, это рабочая фишка. Поверь мне. Бинды я разобью на три этапа. Первый этап это тренировочный процесс. Второй этап это специально проработанные бинды для закупа оружия, гранат и прочего. И третий этап он очень сочный, потому что внутри там много приколов, которые я тебе покажу. Поехали. Первый этап. Что я имею ввиду под понятием тренировочной бинды? Больше и меньше на клавиатуре, либо B и U по-русски, нажимаешь их и ты включаешь тренировочный режим. Теперь ты можешь в любом месте закупиться. Ты можешь кинуть гранату и посмотреть ее траекторию. И также, если ты нажмешь, к примеру, кнопочку H, то у тебя повторится эта граната. По-английски H нажимаешь и смотришь. Вот так она слепит, когда кто-то пытается лонг взять. Ты это посмотрел, узнал, поставил мне лайк под это видео и сказал, слушай, а годная тема. Но теперь я могу тренировать себе флешечки. Я знаю, ты еще любишь халяву, поэтому подпишись, поставь лайк, напиши любой комментарий и пригласи одного друга ко мне на канал и заработай 200 рублей в следующем видео. А с прошлого ролика 200 рублей забрал вот этот парень. Ты часто видел, что в прыжке люди кидают гранаты? Я тебе скажу, что у меня забинжена. Такая кнопка это левый альт. Покажу, как это выглядит. Встал, кинуть надо примерно на Xbox. И, кстати, летать ноу-клип находится на букве твердый знак. Как это странно звучало. Окей, и 10 из 10, как мы видим, будет всегда лететь туда, куда тебе нужно. Летим теперь, расскажу про бинды, которые для закупа гранат и оружие. Что насчет гранат? Раньше ты закупался через B6-4, B6-3. Сейчас же ты можешь закупиться через F5, F6, F7, F8. И ты посмотри, как крайне быстро закупаются сразу все гранаты. Но давай представим такую ситуацию. Тебе нужно быстро кинуть молик. И ты пока там выберешь этот молик через четверку, это так, не сработает. Самое четкое, это нажать Z на клавиатуре. И молик у тебя в руках. X это у нас смок, C это у нас флешка, и даже V это у нас HE. К примеру, тебе нужно кинуть сюда HE, резко молик туда, флешку туда и смок туда. Смотри, какая быстро это съела. Что бы ты делал, если ты нажимал все через четверочку? Это была бы габелла. Пройдемся по закупу от F1 до F4. F1 это закуп калаша, либо МК, в зависимости от стороны. И плюс броня. F2 то же самое, но только с ВП. F3 это у нас стандартный закуп, который ты вот сколько есть денег, но то и покупаешь. И F4 это закуп с прошлого раунда. Я специально подбирал это под себя, и я уверен, это тебе тоже зайдет. Если у тебя нет микрофона, стрелочка вверх-вниз поможет твоим тиммейтам узнать всю информацию. На примере, у тебя выходят люди на А. У тебя нет микрофона, и тебе нужно как-то тиммейтам передать информацию. Нажимаешь стрелочку вверх, и у тебя в чате пишется Enemy A слышу. Ты можешь несколько раз это прожать, и будут понимать люди, сколько примерно игроков ты слышишь. И также, если выходит на B, стрелочку вниз, Enemy B слышу. Это специально сделал я так, потому что много даже кто со мной играет, у тех просто нет микрофонов, и они не могут мне сказать информацию. Но теперь могут. Пора и потроллить твоих оппонентов. Если ты нажмешь боковую кнопку мыши, у тебя появится такая тема. Закрыто. Держи крепче мой банан. И также, вторая же кнопочка, левая стрелочка на клавиатуре, говорит «Такой клоун Джи-Джи». И, кстати, в конце видео я покажу, как поменять именно вот эту кнопочку, чтобы ты мог поставить какое-нибудь свое словечко. Мне даже будет интересно. Напиши в комментариях, что ты поставишь на эту кнопку. Далеко идти не будем. Правая стрелочка — это пиарит мой канал. Видите? Подписывайся. Сайбербанана YouTube 65K. Ты будешь пиарить меня. Люди будут новые приходить ко мне на канал, а ты будешь всем показывать, что ты просто уничтожаешь с лучшим конфигом 2020 года. Спасибо тебе заранее. Чтобы говорить микрофон, также боковая кнопка мыши. Чтобы выбросить бомбу, колесико мыши от себя. Чтобы прыгнуть, это либо пробел, либо колесико мыши на себя. Также есть кнопочка на нампаде. Это плюс и минус. Минус — это полностью выключает микрофон твоих тиммейтов. Плюс — это обратно их включает. Естественно, это нужно для того, когда ты остался один в одного, и все тебе что-то орут. А ты выключил, сделал дело и обратно потом включил. Внутри конфига я все абсолютно почистил, оставил только нужное. И также повышение FPS в этом конфиге присутствует. Когда ты будешь двигаться влево-вправо, у тебя будет автоматически чиститься карта. И также внутри конфига есть некоторые фишки, которые тоже поднимают FPS. Окей, давай покажу, как заменить некоторые кнопки, которые находятся в моем конфиге. И также уже поговорю тебе, как его скачать, установить и запустить. Как скачать конфиг? В описании залетай. Кстати, рядышком там лайк будет. Обязательно нажми и подписаться тоже сделай. После чего большими буквами найдешь конфиг, написано двоеточие. Рядом ссылка. Нажимаешь на эту ссылку, и она сразу тебе скидывает туда, где обычно твои сохраненки. Окей, у меня это находится в лот папке. Вот он, ban.kfg. Это и есть тот самый конфиг, который нам нужен. Правой кнопкой мыши нажимаешь. Дальше открыть с помощью. После чего блокнот. Все, мы в конфиге. И помнишь, я тебе говорил, напиши в комментариях то, что ты хочешь заменить на левую стрелочку клавиатуры. Летим чуть ниже и смотри. Вот, left arrow. Это и есть та самая левая стрелочка клавиатуры. И здесь написано. Такой клоун джиджи. И ты сюда, вот после сей пробел, ставишь то, что ты хочешь. Естественно, много не пиши, иначе будет какая-то и билиберта. Поэтому это для тебя. Дальше нажимаешь крестик, и будет написано сохранить. Ты нажимаешь сохранить, и все, ты в теме. Теперь давай расскажу, как этот конфиг закинуть уже и запустить. Нажимаем также правой кнопкой мыши, копировать. Летим в следующее. Локальный диск C. Program Files 86. После чего Steam. Далее User Data. Потом, видишь, цифры. У тебя таких цифр быть может очень много. Потому что играл друг твой на своем аккаунте, ты играл батя. И вот много-много цифр. Как найти именно свои цифры? Это твой ID. Смотри. Нажимаешь на Steam. После чего нажимаешь библиотека. Дальше. Профиль. После профиля летишь непосредственно в инвентарь. Далее. В инвентаре нажимаешь предложение обмена. И вот тут кто может предлагать мне предложение обмена. Все. Здесь ты видишь такую ссылку. Ссылка на обмен. И вот после партнер равно. И есть те самые цифры, которые исключительно твои. Когда ты их запомнил, летишь обратно. И такой. Так а вот же они. После чего нажимаешь на них. Дальше. 730. Дальше. Local. Дальше. КФГ. И вот теперь ты в той папке, в которой тебе нужно закидывать сам вот этот конфиг. Правой кнопкой мыши. Вставить. Заменить. Да. Ну, у вас не надо. У меня просто конфиг был. Я просто показал. Нажимаем консоль. И прописываем такую команду. Exec. Бан. Бау. Все. Если у тебя вот так вот загорелось, это означает, что ты все сделал правильно. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Обязательно поставь лайк. Подпишись. Скачай этот конфиг. И реально всех уничтожай. Есть тысячи отзывов о том, что он действительно годный. И всех просто нагибает. Ну что, не теряй меня. Смотри вот это видео. И мы с тобой обязательно еще увидимся.